Речь прежде всего пойдет о сборе и обработке биометрических данных мигрантов, создании цифрового профиля для каждого иностранца. Для чего это делается, всем понятно, поскольку мы должны понимать, кто к нам приезжает, что это за люди, и у нас должна быть единая база работы с каждым въезжающим в нашу страну. Цель, понятно, идентифицировать всех приезжих и создать надежную систему контроля. Новые правила будут опробированы в ходе специального эксперимента. Его первый этап начинается уже 1 декабря. В аэропортах столицы и в автомобильном пункте пропуска в Оренбургской области будет проводиться обязательный сбор персональных биометрических данных иностранных граждан, а именно дактилоскопия и фотографирование. Кроме того, уполномоченная организация Москвы организует добровольную геномную регистрацию и выдачу электронной карты мигранта. Хочу отметить здесь роль Москвы, которая обеспечивает проведение этого эксперимента, собственно, и выступила в качестве инициатора проведения этого эксперимента, обеспечивает его и организационно, и финансово. Сроки проведения эксперимента ограничены, но, стало быть, задача нужно решать как можно быстрее, без каких-либо задержек. Отдельно обсудим подготовку правовой основы для создания цифрового профиля иностранного гражданина. Он должен быть введен в рамках второго этапа эксперимента на всех пунктах пропуска Московского транспортного узла в середине следующего года. Редактор субтитров А.Семкин